Добро пожаловать на курс стратегического планирования от BC Designer. В этом видео мы сосредоточимся на кратком обзоре процесса стратегического планирования. Я уверен, что вы слышали о различных инструментах, связанных со стратегическим планированием. Формулирование миссий и видение организации, стратегические карты, ключевые показатели эффективности, KPI, различные бизнес-фреймворки, такие как SWOT, PESTEL, сбалансированная система показателей или OKR. Давайте начнем обсуждать стратегическое планирование и посмотрим, как различные инструменты вписываются в этот процесс. Чтобы проиллюстрировать ключевые шаги стратегического планирования, я буду использовать эту диаграмму. Какая теоретическая база стоит за процессом стратегического планирования, о котором мы будем говорить? Как объясняется в книге «Стратегическая Safari», «Strategy Safari», существует как минимум 10 различных школ стратегии. Более того, каждая организация создает свой собственный подход к стратегическому планированию. Некоторые предпочитают сосредоточиться на системе сбалансированных показателей Каплана и Нортона. Некоторые пробуют OKR – цели и ключевые результаты. Некоторые компании комбинируют множество различных фреймворков и, как следствие, создают свой собственный уникальный подход. Эта диаграмма основана на нашем опыте. На нашем опыте помощи клиентам, формулирования и реализации стратегий. При помощи этой схемы мы хотели дать нашим клиентам своеобразную дорожную карту для стратегического планирования. Мы искали что-то, что стало бы основой для всех разрозненных идей и различных бизнес-инструментов в области стратегического планирования. Какова логика этой диаграммы? Она разделена на 5 шагов, 5 этапов. На каждом этапе мы продвигаемся по шагам, по этапам стратегического планирования, добавляя некие стандартные блоки стратегии и определяя стратегию с еще большей детализацией, с большим уровнем детализации. И у нас есть отдельные видеоуроки, где мы рассказываем о каждом из этих шагов. В этом видео мы начнем с краткого обзора 5 шагов стратегического планирования. Шаг 1. Определение атрибутов стратегии. Этот шаг – это уровень высшей абстракции. Здесь мы определяем атрибуты или общие характеристики стратегии. Миссию, видение, основные ценности. Какие-то бизнес-эксперты игнорируют этот шаг, потому что иногда кажется, что он не добавляет ценности настоящему стратегическому планированию. Я думаю, что имеет смысл потратить некоторое время на обсуждение атрибутов стратегии с вашей командой. Как это часто бывает, настоящая ценность не в том, чтобы получить какие-то результаты на бумаге, а в самом процессе обсуждения. Мы формулируем то, что хорошо звучит, а потом пересматриваем формулировку, потому что оказалось, что это не имеет ничего общего с действительностью. И, наконец, мы формулируем то, что действительно резонирует с нашей организацией. Шаг 2. Формулирование стратегии. На шаге 2 мы формулируем стратегию. Расплывчатые идеи превращаются в более конкретные гипотезы. Именно на этом шаге мы будем использовать различные фреймворки и бизнес-инструменты для стратегического планирования. На этом этапе мы коротко обсудим все эти фреймворки, используя вот эту сравнительную таблицу. Какой фреймворк мы рекомендуем? Это зависит от ваших задач. Скорее всего, вы совместите несколько из них. Важно то, что вам нужно понимать область применения разных бизнес-инструментов и то, как их результаты вписываются в стратегическое планирование. Шаг 3. Описание стратегии. На предыдущем шаге мы сформулировали стратегию, но для эффективного выполнения стратегии ее необходимо правильно описать. Подумайте о процессе сочинения музыки. После того, как Моцарт сочинил сонату, ему нужно было записать ее на бумаге, используя нотную запись, нотную нотацию. Иначе у нас с вами не было бы возможности насладиться этим произведением сегодня. Стратегия находится в похожей ситуации. После того, как она была сформулирована на шаге 2, она начала существовать в лучших умах вашей организации. Но этого недостаточно для эффективного выполнения стратегии. Если вы хотите, чтобы члены вашей команды наслаждались стратегией так же, как ваша стратегическая команда, вам необходимо правильно ее описать. Очевидно, что нотная запись в этом случае нам не очень поможет. Поэтому мы будем использовать другие инструменты. стратегические карты, бизнес-цели, ключевые показатели эффективности, KPI и стратегические инициативы. На этом шаге мы переходим на более низкий уровень абстракции. Расплывчатые цели становятся более конкретными, когда мы определяем способ их количественной оценки, способ их измерения. Мы лучше понимаем стратегию, определяя причинно-следственные связи между целями. И, наконец, мы записываем обоснование цели, чтобы иметь полное представление о контексте, который за ним стоит. Шаг 4. Каскадирование. На предыдущем шаге мы описали стратегию. Но можем ли мы поделиться тем, что получилось с нашей командой? Еще нет. Хотя наиболее важные темы были определены, стратегия еще не готова к исполнению. Потому что высокоуровневая стратегия не будет иметь большого смысла для более низких уровней вашей организации. На этом шаге, на этом этапе необходимо понять, как различные бизнес-предразделения и организации будут помогать в реализации этой стратегии. Из диаграммы стратегического процесса у вас может положиться впечатление, что стратегическое планирование идет сверху вниз, что генеральный директор ставит цели перед другими отделами. Это один из возможных случаев, но далеко не лучший. И в этом уроке, в уроке для этого шага мы обсудим различные случаи каскадирования. Какой подход рекомендуется? Какой подход к каскадированию рекомендуется? Конечно, это зависит от вашей организации. Забегая вперед, я бы сказал, что это двунаправленный процесс с каскадированием по бизнес-целям. Шаг четвертый – реализация стратегии. На пятом шаге стратегия готова к исполнению. Мы начинаем работу над стратегическими инициативами. Отслеживаем их реализацию с помощью показателей эффективности, с помощью KPI. Отчитываемся перед заинтересованными сторонами и по пути узнаем что-то новое. На этом шаге мы поговорим о лучших методах отчетности и в том числе измерения эффективности. Мы создаем эти видеоуроки с целью помочь в том числе и пользователям нашего BAC Designer, нашего программного обеспечения, помочь освоиться со стратегическим планированием. И я предвижу вопрос, а как эти идеи из этой диаграммы вписываются в BAC Designer, в программное обеспечение? Собственно, программа была создана для автоматизации этой диаграммы. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Сейчас мы находимся в разделе настройки на закладке стратегия. Как видите, на этой вкладке мы поддерживаем шаг 1, первый шаг стратегического планирования. Возможность определить такие атрибуты стратегии, как миссия, видение и основные ценности. И внизу под атрибутами стратегии мы можем найти стратегические темы, которые относятся к шагу 2, описание стратегии. Мы также упомянули, что на шаге 2, шаге описания стратегии, мы можем использовать разные фреймворки. В этом смысле BAC Designer в основном ориентирован на фреймворк SSP, Balanced Scorecard, сбалансированная система показателей по Kaplan и Norton. Кроме того, вы можете создать новую систему показателей, используя идеи из других фреймворков. Для этого можно зайти в раздел «Мои проекты», выбрать «Создать новый проект», «Дополнительные шаблоны» и прокручивая вниз до раздела «Фреймворкс» мы увидим эти шаблоны. В каждом из шаблонов есть ссылка на статью с какими-то объяснениями и практическими рекомендациями. На шаге 3 – описание стратегии. Программа нам поможет сэкономить много времени и усилия. Почему? Потому что этот инструмент поможет управлять стратегическими картами с бизнес-целями и KPI. Там поддерживаются индикаторы действия, индикаторы результата. В программе есть инициативы, где можно указать все детали, такие как обоснование для целей, указать владельцев, назначить бюджеты, сроки и так далее. Шаг 4 на нашей схеме – это каскодирование. Опять же, программа обеспечения позволит связать различные системы показателей по бизнес-целям и по KPI. И, наконец, шаг 5 диаграммы – это реализация стратегии. В этом случае программное обеспечение помогает вашей команде работать более продуктивно, проверяя достижения при помощи KPI, создавая отчеты, анализируя данные об эффективности, о производительности и помогая обнаружить какие-то интересные тренды. В конце видео я хотел бы поделиться с вами практической задачей. Опишите процесс стратегического планирования, который существует сегодня в вашей организации. После этого сопоставьте этот процесс с диаграммой, которую мы обсудили в этом видео. Какие части вы видите, что они похожи, совпадают? Какие части отсутствуют? Либо у вас, либо на диаграмме, которую мы рассмотрели. Быть может, в процессе обсуждения вы увидите, что какие-то части сбивают с толку членов вашей команды. Какие уникальные особенности есть у процесса, который вы используете в своей организации? Эти вопросы дадут интересную базу для дискуссии внутри вашей команды. После этого я рекомендую описать ту терминологию, которую вы используете в вашей организации в контексте стратегического планирования. Терминология может быть различной, она всегда различная по различным организациям. Что важно, важно понять, есть ли согласие по поводу терминологии среди членов вашей команды.